Экспозицию музея ВМФ ждёт расширение. Совсем скоро там появятся модели Сминца, самолёта Ту-95, новые стенды и колпак для модели корабля «Святой Павел». На эти цели организация ветеранов ВМФ Сарова получила 200 тысяч рублей из городского бюджета в рамках конкурса на предоставление субсидий в социально ориентированном НКО. Федерации технических видов спорта выделили 180 тысяч рублей на развитие в Сарове мотослалома и Мотоджимханы. Автономная некоммерческая организация по содействию социализации безнадзорных животных в обществе «Подари жизни» выделилась субсидией из бюджета города на реализацию проекта «Территория добра». Проект в себя включает закупку необходимых вакцин и медикаментов для лечения и вакцинирования животных. У нас данная некоммерческая организация имеет мурдом и приют. На сегодняшний день там содержится порядка 105 кошек, из них 12 котят. На нужды бездомных животных выделили 150 тысяч рублей. Городская организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов получила субсидию в размере 200 тысяч на реализацию проекта «Старшее поколение в гармонии с возрастом». Организаторы потратят их на поздравления ветеранов, празднование Нового года, Дня пожилого человека, мероприятие «Дары осени». В парке имени Зернова участники ежегодно предоставляют продукцию, выращенную на своих огородах. Также планируется поездка в Мордовский заповедник. Оно – здоровая нация, получила 190 тысяч рублей на реализацию проекта «Развиваемся с интересом». Выделены субсидии для приобретения оборудования. Это настенная сенсорная панель «Ежик Мирон» диагональю 32 дюйма для проведения занятий с детьми, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также планируется проведение семейных занятий. В этом году на конкурс заявились шесть организаций, пять смогли получить финансовую поддержку. Основные критерии отбора – актуальность, информационная открытость, успешный опыт проведения предыдущих проектов, обоснованность бюджета и привлечение дополнительных средств.